Ну, у меня, как уже было сказано, я, естественно, все посвящаюсь Владимиру Петровичу Герду. Вот, это вот снимок, 2007 год, насколько я помню, он был человек очень верующий, и так получилось, что мы ходили, там православный храм в Ахине есть, небольшой такой был, и как раз на Пасху, это мы на Пасху сфотографировали с ним, приходили уже, ну, после службы, ну, в смысле, на службу не ходили, а вот на следующий день подошли. И постился в этот день. Да, в это время я постился. Вот. Ну, я как бы постараюсь слегка сделать небольшое введение, для чего используется первое дифференциальное приближение. То есть, ну, рассмотрим такой этот стандартный пример, аналогичный пример во многих учебниках есть, по дифференциальным уравнениям. То есть, рассмотрим краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения. То есть, имеется точное решение, легко записать разную схему в лоб, и первое дифференциальное приближение получается. Ну, и сразу обращаю внимание, характерно, что возникает вот такой член, при Ах квадрат. Ну, вот, из первого дифференциального приближения мы также можем показать, что, так сказать, скомбинировав члены, что у нас получается вот такой коэффициент, а не единичка, как был в том случае, в нашем. И тогда, когда, если мы запишем его через параметр К, эту разную схему, то можно построить вот такое дифференциальное приближение. Ну, и видно, что искомое наше уравнение будет получено, если кара взять вот такой величины, единица минус h квадрат на 12. Вот. И тогда наша схема становится и четвертого порядка, и, главное, нету дефекта вот этого, который возникает. Вот. Ну, что этот пример показывает, что, так сказать, из многих разностных схем, много разностных схем можно построить, и возникает вопрос, а какие из них хорошие, какие плохие. Также чисто формальный, так сказать, этот самый прием построения разностной схемы, когда мы просто заменяем дифференциальные операторы их разностными аналогами, так сказать, то сразу же у нас получается, что получается различие между, так сказать, решением этого разностного аналога и точным решением. Вот. Поэтому сразу возникает проблема выделения, так сказать, хороших разностных, правильных разных, ну, естественно, брать в кавычки, так сказать, то есть классические какие вот критерии, ну, как бы, исторически так сложилось, это задача, так сказать, сходимости, аппроксимации и устойчивости разных схем. Ну, вот одним из таких вот методов, как раз который позволяет вот эти вот провести, так сказать, проверку на аппроксимацию, так сказать, и аппроксимацию и устойчивость разных схемы, крайне является метод дифференциального приближения. Ну, так вот получилось исторически впервые, хотя в основном тут звучит фамилия, когда метод дифференциального приближения исторически, это и Ненко, и Шокин, и их многочисленные ученики, но, так сказать, впервые применял первое дифференциальное приближение, это Жуков в 50-х годах, и Гудунов отмечал, что он тоже, так сказать, при следствии распада, разрыва, он, так сказать, тоже для своей знаменитой расной схемы, для ее исследований применял метод первого дифференциального приближения. Вот. Ну, что при переходе от дифференциальной задачи к разностной задаче, то есть у нас получается переход от непрерывных аргументов к дискретным, вот, и, так сказать, мы заменяем саму разную схему набором алгебраических уравнений. И вот сразу возникает такой вопрос, что насколько вот алгебраические уравнения, раз схемы удобны для построения численных алгоритмов, а вот для исследования они становятся неудобными, поскольку у нас фактически, если формально посмотреть разностную схему, бесконечный набор, ну, если уравнений линейных, линейных уравнений алгебраических, уравнений линейных, нелинейных алгебраических. Возникает вопрос, а как их решать, каково их, так сказать, пространство решения этой системы. Эти ответы достаточно сложно получить. Во-первых, а метод устойчивый ли будет вот это решение самой по себе задачи. Вот. Ну, обычно как поступают переход от разностной к схеме, к ее непрерывной аналогу, это, ну, либо мы, так сказать, формально можем заменить дифференциальные, так сказать, заменить дифференциальные операторы разностными операторами, вот, и, так сказать, полученная таким образом разностная схема в терминах, так сказать, будет заменять дифференциальные операторы разложением, получится, так сказать, ну, само дифференциальное представление разностной схемы. Вот. Само дифференциальное представление разностной схемы несет практически полную информацию о самой разностной схеме, но, так сказать, ее достаточно тяжело очень анализировать. Вот. Поскольку у нас это само по себе формальное разложение бесконечное, вот, и, так сказать, в этом случае это, как бы, можно сказать, что это бесконечное дифференциальное уравнение, то есть, если у нас первоначальная задача была набор дифференциальных уравнений, мы пришли к разностным, если их разложили, то получили бесконечный, или систему бесконечных дифференциальных уравнений. Возникает вопрос, как ее исследовать, как решать. Ну, конечно, на практике, как правило, главный член разложения все и дает, из метода возмущения вспомним, как правило, то есть не рассуждается, сходится, не сходится, а первый член он в основном все и содержит, а потом, так сказать, это уже. Ну, в качестве примера возьмем уравнение переноса. Ну, сразу введем параметр, чтобы целый набор разных схем рассмотреть. Вот мы просто разложили в ряд Тейлора формально. Вот. После, так сказать, отбрасывания более старших членов, так сказать, у нас получается, что вот эта форма сама называется Г-формой, то есть гиперболической формой дифференциальной аппроксимации. А если мы все заменим производные по времени Т, поскольку это уравнение эволюционного типа, то получим первое дифференциальное приближение в проболической форме, П-форме. Ну, вот оно таким вот образом записывается. Ну, и сразу можно обратить внимание, поскольку, видите, вторая производная, то здесь, исходя из знака, вот при этой второй переводной можно получить условие курента. Можно увидеть, что здесь возникает вязкость схемы, что, так сказать, при отрицательной как раз коэффициенте диффузии у нас будет обратная типопроводность. Задача вообще не будет решаться, вот, что при, если подобрать здесь, чтобы здесь получался у нас 0, то есть отношение Т и Аш и Кси, то у нас получится, у нас дисперсия пойдет, дисперсионные свойства, эффект гипса получится. То есть, видно, казалось бы, из такой простых достаточно рассуждений мы сколько информации получили о самой разной схеме. Но сразу возникают вопросы. Ну, во-первых, не все уравнения эволюционного типа. Это самое простое, что можно производные по времени заменить через пространственные производные. Вот. А как работать, когда система? Это когда одно уравнение, это хорошо. А когда система уравнений? Вот. Во-первых, в какой точке разлагать, вероятно, и лора? Это от точки зависит или не зависит? Потому что разложения формально будут разные. Потому что формально, он тот пример, когда гиперболическая форма, то это не означает, что это надо какие-то превзадения делать, потому что это не каноническое представление. Потому что в зависимости, какой точки я разложу, у меня будут получаться разные ответы. А где критерии? Это одно и то же или нет? Ну, и для системы уравнений, например, на вес токса, вот, в нежимаемом случае, у нас получатся дополнительные соотношения, там возникают, дифференциальные. И сразу возникает вопрос, а как они, образом, переходят на разностные уравнения? И, соответственно, как это все отображается в случае дифференциального приближения? Что это? Как они, вот эти будут соотношения себе получатся? Вот. Ну, просмотр литературы по работу с рядами байсов Грёбнера показал, что, в принципе, было всего лишь несколько выступлений конференций в 80-х годах. И была вот только одна статья, вот, Томаса Бекера в 90-м году, но там рассматривались ряды просто в общем случае. То есть у нас есть бесконечные ряды, и мы как-то пытаемся строить байсы Грёбнера, поскольку формальности все выполнены. Коммутативный случай, я ряд могу, в смысле, дифференцировать, компенсировать, подставлять сам себя, комбинировать. У нас все равно будет получаться тот же самый ряд, то есть у нас базис-идеал тут в каком-то смысле можно построить. Конечно, каждый базис будет представляться бесконечным набором членов, но это как бы такой момент. Но оказывается, что вот, это как бы переход такой вот, идея основная вот как раз моего выступления стоит в том, что заменить, применить алгебраический подход по строению первого дифференциального приближения. Потому что когда применяется алгебраический подход, сразу возникают алгоритмы, все это достаточно конструктивно, и все можно запрограммировать и посчитать в отличие от мотоанализа, условно говоря. Так вот, я определяю, что первое дифференциальное приближение, поэтому, видите, избегая Г-форму, П-форму, то есть гиперболическую, параболическую форму, я буду называть, к сожалению, у меня оказался почему-то старый вариант презентации, и тут неисправлены с ошибками, но они не принципиальны, я как бы вот не тот вариант. Что мы будем называть, это, сейчас я как бы по-русски более точно скажу, чтобы... То есть, определим первое дифференциальное приближение как элементы Байеса и Грёбнера для разложения разной схемы в ряды Тейлора, выбранные точки с точностью до первого члена разложения. Но тут надо пояснить, что такое для первого члена разложения. Это не первый член разложения, а первый ненулевой член, потому что там второго порядка, первого порядка, тут возникает терминология. И вот сразу же получается интересные свойства. Первое свойство говорит нам о том, что, во-первых, это разложение не зависит от точки разложения в ряд Тейлора, во-вторых, это представляет собой каноническое представление. И второе, вот нетривиальное свойство, его впервые мне указал как раз Владимир Петрович, я всегда считал, что я достаточно первый член посчитать, если эспалином равен нулю, то по любому эспалиному уже порядка самой разной схемы, и у нас всё хорошо с разной схемой получается. Потому что эспалином выполнен с точностью, как выполняет самая разная схема. То есть, если она порядка h2t2, то эспалином должен быть нулём с точностью до этого порядка. Но для меня было самого удивительно, он мне отметил, говорит, оно должно быть равно нулю. Я сам проверяю, да, равно нулю. И то есть, это такой нетривиальный для меня факт, что оказалось, что выполнено. Оказывается, вот эти оба свойства, они очень тесно связаны с тем, что мы должны не просто использовать формальные ряды, а ряды Тейлора, которые имеют свою структуру определённую. Вот использование этой структуры, что вот просто формальное определение формального ряда Тейлора, то если я знаю разложение в точке А, то я тогда могу пересчитать разложение в точке Б. Я не рассуждаю, тут сходится, не сходится. Это формальный ряд, просто чисто как алгебраический. Вот у меня есть такая структура, я могу всегда её пересчитать. А вот этот сам пересчёт, это и есть как раз то, что я могу делать с рядами. То есть, дифференцировать, комбинировать линейные комбинации, то, что надо для Байса Грёбдера. И поэтому получается, что сама разная схема у нас, это набор точек, в которые мы проводим разложение ряда Тейлора, это линейная комбинация рядов Тейлора. Ну а раз линейная комбинация рядов Тейлора, то я с точностью до порядка производных, которые я выбрал, то есть, если там производные по времени старше, то у меня получится параболическая форма, если там эволюционный тип уравнения, если нет, там какая-то другая форма. Я могу легко построить эту комбинацию, то есть, во-первых, будет не зависеть от точки разложения, и, во-вторых, как S-полином, если он выполнен, первый порядок 0, то все остальные порядки до бесконечности тоже будут равны 0. Для меня вот это был удивительный достаточно результат, хотя он так сразу просто достаточно получается. Ну и, соответственно, если я знаю какую-то одну форму, например, гиперболическую форму первого дифференциального приближения, могу пересчитать в P-форму и так далее. Но тут, конечно, есть нюанс, потому что формально называлось, что гиперболическую форму мы просто разложили в ряды, в точки, вот гиперболическая, но надо преобразовник сделать, поскольку там, если посмотреть, там производные по X встречаются, ну, гиперболическая, то есть, если мы говорим, что производные по X старше, чем по T, то тогда у нас и по X должны замениться, то есть, тут не совсем аналогия, как в классическом стиле получается. Но самое главное, когда вы имеете первое дифференциальное приближение там в одном упорядочке, вы всегда можете пересчитать и получить его в другом порядке. То есть, старшие члены разложения не нужны, только нужен, только вот первый, ненулевой порядок. Ну, в качестве такого нетривиального примера рассмотрим уравнение на въезд стокса. Ну, поскольку здесь у нас уравнение второго порядка присутствует, а уравнение разрывности первого порядка, то возникает вопрос на проверку, а совместно ли это сама система сама по себе дифференциальных уравнений. Она нетривиальная, можно построить, если выбрать такой упорядок для функций, такой для переменных, и считая, что position over term, то есть, у нас сначала идут функции, а потом переменные, например, для упорядочных рефлексов, то тогда можно построить вот такой вот эспаленом, вот, ну, то есть, в данном случае у нас будет старше U, вот, в данном случае, и мы вот такое получаем соотношение для давления. То есть, получается, в начальный момент времени, если вы начальные условия ставите, вы не можете решать задачу, у вас в начальном момент времени мало что должно, неразрывность быть самой жидкости U и V, или там дубль V, если там трехмерный случай будем рассматривать, у вас еще на давление должно быть стационарное условие, то есть, при T равно 0, еще на давление какое-то уравнение получается, в данном случае вот это вот. То есть, вы не можете решать эту задачу, если вы не дополните. Ну вот, если ее привести к инвулятивному виду, тогда получается вот система четырех уравнений, ее можно переписать в виде законов сохранения через дивергенцию, и сразу возникают следующие вопросы. При переходе к разностной аппроксимации на равномерных сетках сразу три проблемы. Ну, первая проблема, она стандартная. Если для непрерывных производных у нас вот правило дифференцирования произведения, то в разностном случае оно всегда не выполняется. Если D одно и то же. Если D начинать комбинировать, у меня здесь, я говорю, тут D пропущена, описка, это не ту версию я закачал. То тогда, так сказать, получается, что никогда не выполняется формально, если вот так вот записывать. Потом следующая сложность возникает в том, что у нас были переменные, и порядок мы делали по ним, то у нас получается координаты N, G и K, ну, правило, координаты точек конкретных, когда у нас дискретное пространство, возникает выбор, как на них построить порядок. То есть у меня были дифференциальные соотношения, непрерывные, а как мне их перевести и проверить в дискретном случае? Потому что не совсем получается. Ну и, соответственно, сдвиги есть вперед и назад. В разном случае я могу гулять, ну, условно говоря, вот у меня есть сетка, я могу идти туда, назад, вперед, коммутативность присутствует, пути туда, сюда. А здесь, получается, отрицательное бездвиги. Для Баня Гребнера такого нет, нету, и поэтому надо какие-то правила применять, что считается, что все сдвиги положительные. Иначе мы ничего конструктивного не сможем посчитать. Ну и вот можно, например, взять и формально вот так вот ввести дифференциальные операторы и построить разную схему. Это уже сдвиги у меня по Итой координате вперед, а это минус один. Ну, по времени единиц означает оставление на месте. И тогда, получается, можно проверить и построить эспалином. То есть вот такая разная схема, где вот такие дифференциальные операторы у нас, выполнен разностный аналог. Разностный схем. Вот. Ну, такая вот, пример такой схемы. Вот эта ссылка на нашу работу в 2017 году. Вот с самого записанного уравнения на Вьестокса. Это все можно переписать. Я сейчас открою, лучше покажу. Ну вот я хотел просто показать. Здесь вот я прокручиваю. Это вот написано небольшой код на питоне с использованием SimPy. Там примерно 100 стольчиков текста, который внешне используется. Основной код вот здесь вот представлен. Вот он весь. Достаточно все просто запрограммировано. Тут были, правда, некоторые нюансы. Когда строится нелинейный случай, очень достаточно сложная работа с подстановками. То есть когда я начинаю упрощать, тут есть несколько нюансов. Я сейчас быстро. Вот. И вот можно построить дифференциальное приближение, разложить, посчитать нормальные формы, проверить в данном случае, вот проверка из полинома, что он равняется нулю, получается. Можно проверить, можно проверить, что если я не буду брать дополнительное расстояние, оно получается, что не равно нулю. Вот оно видно, пряжь квадрата члена здоровой получается. Ну и самое интересное, получается, если рассмотреть другую разную схему, и вот если рассмотреть вот другую разную схему, которая, казалось бы, записана была, исходя из этих же соображений, ну возьмемте, видите, там оператор был вот этот вот записан в двойных точках, а здесь он в одинарных, как естественно все это делается, то получается, что получается, что получается, что S полином, если его посчитать, он не равен нулю. Мало того, естественно, когда я отброшу, то есть получается интересный факт, у вас бесконечный набор алгебрических уравнений, и за счет этого дифференциального приближения, во-первых, могу проверить, что эта система несовместна, ну как в классическом понимании, что пространства решений намного меньше у нее, а я не знаю, дело в том, что вот как раз наши там вот соавторы итальянца, у них был хороший пакет по разному Байсу Грёбдера, они так не сумели построить, они сколько-то там дней считали на хорошей машине, и Байс Грёбдер не построили, а я, написав небольшую программку на питоне, для первого дифференциального приближения показываю, что эта система бесконечных алгебрических уравнений, как минимум имеет пространство решений гораздо меньше, я показал дефект ее, то есть там дальше надо, естественно, продолжать, а дефект я показываю, и вот этот пакет, к сожалению, вот он не получается сделать в удобной форме, то есть человек должен быть опытным и из набора инструментов делать, поскольку решения надо прекращать, не надо считать все до бесконечности, все эти проверки делать, все сложно, просто достаточно, вот с поленомом он легко считается, если он получается не равен нулю, то это означает, что эта система несовместная, и во всех пространствах решений ее не соответствует уравнению на въезд стокса, то есть они неравномочные, то есть это какая-то частность может быть только в случае, но для меня самый интересный факт, что я могу достаточно простым методом проверить, а совместно ли система бесконечных алгебраических уравнений, то есть вот второй такой интересный факт. Ну, естественно, я хотел еще, я не буду показывать, уравнение корректы вверх дефриза, вот есть задача, которая связана с трубопроводами, то есть в одной трубке, другая трубка, закачанная между ними жидкостью, идут волны, они описаны уравнениями типа КДВ, но связаны с системой, там два уравнения КДВ, плюс еще правая часть возникает, ее надо исследовать. Но если я построю первое дифференциальное приближение в классическом понимании, используя проболическую форму, то есть все производные по времени заменю, а там же третья производная стоит в КДВ, то там получается 46 экранов, а так получается один экран. И во-вторых, при этом они равнозначны, я могу пересчитать из одного в другое. Ну и самый интересный эффект еще, который здесь возникает с первым дифференциальным приближением, вот разную схему, вот я и вывел, пусть она хорошая, показали, ее же надо еще запрограммировать и решать, и сам метр решения еще может быть плохим, или, например, для него вообще нельзя подобрать для этой разной схемы метр решения, правильно. А я просто беру, и у меня есть точное решение, я хочу проверить, я просто подставляю в первое дифференциальное приближение точное решение, если там громоздкие формулы, можно численно его построить, а если не громоздкие формулы, то тогда можно вообще аналитически все посчитать, и тогда можно посмотреть, как от АУАЖ зависит, так как комбинации, сама погрешность будет играть. То есть это получается очень красивый метод, я не программирую ничего, сразу могу как-то поисследовать саму разную схему. А потом уже программировать и делать. И главное, у меня есть критерий истинный. Я запрограммировал, что-то не то получается, я всегда поставив саму разную схему, я могу все это, вернее, в дифференциальное приближение увидеть, что я что-то не то делаю. Все.